Господь даровал нам еще один прекрасный день Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах И дальше он пишет, откуда этот источник благословения 4 стих 1 главы Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви Вот это наше предназначение, друзья Господь избрал нас Господь нашел нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви Но это вы знаете что? Это еще не все Господь еще избрал нас и предопределил для того, чтобы усыновить Для того, чтобы сделать детьми своими 5 стих так об этом и говорит Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа По благоволению воли Своей Вот желание Божие Не просто благословить, не просто открыть двери небесные этих благословений Но что мы были сыновьями и дочерями И 7 стих говорит В котором мы имеем искупление кровь Его Прощение грехов по богатству благодати Его Какой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем Друзья, Господь Очень печалился, когда народ ходил по этой земле И они, вы знаете, далеко от Бога ходили И вот это было желание и стремление Бога Чтобы народ особенный Народ ревностный Люди, которые стремились бы к Нему И искали бы Его, чтобы Он был на этой земле Чтобы через них прославиться Вот для этого Иисус Христос пришел на эту землю И мы здесь собрались на этом месте, друзья Мы искупленные кровью Иисуса Мы те люди, которым Господь стучался и нашел И многие из здесь находящихся Почти все, многие из здесь находящихся Имели встречу с живым Богом И вы не просто на словах Но из своей личной жизни знаете, что Господь избавляет Господь изменяет сердца Господь преображает жизни Друзья, Иисус, Он достоин славы Господь наш достоин хвалы И мы здесь собрались для того, чтобы поблагодарить Господа И для того, чтобы вот та воля, о которой апостол Павел говорит Вот это желание Божье открыть волю Чтобы люди искали Его Вы знаете, вот мы здесь собрались на этом месте Для того, чтобы слышать Слово Божье Для того, чтобы познавать Его волю Для того, чтобы разбираться сами в себе, в своем сердце Господь, а что я должен еще сделать для того, чтобы моя жизнь была угодна Тебе Для того, чтобы прославить Тебя Что мне нужно еще делать для того, чтобы продолжать мой духовный рост Вот здесь Господь, Он будет говорить к нашему сердцу Здесь Господь будет Слово Божье будет звучать для того, чтобы наши жизни преображались Мы были ревностными, желающими служить Господу для того, чтобы Господь прославился в нашей жизни. И в первую очередь хотелось бы сказать, благодарим Тебя, Господь. В первую очередь хотелось бы прийти с этой благодарностью и осознанием в нашем сердце, что Господь сделал для нас. Достоин Господь славы. И в начале нашего служения мы придем к нашему Господу. Мы будем Его благодарить, будем Его славить и изливать наши сердца. И давайте мы с открытыми сердцами придем к Господу и попросим Господь, Ты говори к нам, Ты меняй нас. Давайте мы встанем. Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель. Праведные истинные пути Твои, Царь святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся Тебе, ибо Ты един свят. Славь, 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 Ты един свят. Славь, Славь, Ты един свят. Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель. Праведные истинные пути Твои, Царь святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся Тебе, ибо Ты един свят. Славь, 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 Ты един свят. Славь, Славь, Ты един свят. Ты един свят. Ты един свят. И с И сестры, давайте прославим великого всемогущего Бога, которые един свят. Славь, 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 Боже! Славь, Бог, Высок могуществом, и кто такой, как Он наставник? Он царствует над вселенной и видит сердце человеческое. Воздадим великому Богу славу, помолимся! Успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизменная. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. И никто уже не лишит крылья этой радости неземной. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Пожалуйста, садитесь в служение хора. Песня в служение хорошее место мое. У твоей груди успокоится сердце мое. Смело идем, правде вечной и чистой, Пусть спадят Господа наши уста. Смело идем, правде вечной и чистой, Пусть спадят Господа наши уста. Нас сокрушают все теплые силы, Души хотят погубить навсегда. Будем же верны, Христу добавили, Нет ни измен, ни к нему никогда. Будем же верны, Христу добавили, Нет ни измен, ни к нему никогда. Помним слова, что Спаситель сказал нам, Да и меня будут знать также вас. Будем стремиться, Христу безвозвратно, Чтобы дух Божий в сердцах не угас. Будем стремиться, Христу безвозвратно, Чтобы дух Божий в сердцах не угас. Скоро вернется наш верный учитель, Всех вас, друзья, от земли восхитит. Скоро зайдем мы в високу обиде, Пусть наш тернисты на небо лежит. Скоро зайдем мы в високу обиде, Пусть наш тернисты на небо лежит. Слушайте всем, помнишь, что сердце бьется, Скоро конец всем невзгодом придет. Дорогие братья и сестры, Скажем славу нашему Господу. Сегодня предпоследняя у меня проповедь на тему «Светильник Господен Дух Человека». Вечером будет для молодежи заключительная проповедь этой темы. Я хочу, чтобы мы с вами еще раз выслушали Слово Божие, которое являлось и является основанием этой темы. Книга притчей, 20 глава, 27 стих. «Светильник Господен Дух Человека, испытывающий все глубины сердца». Дорогие братья и сестры, я уже не раз говорил о строении естества человека. Издревле люди пытались понять, что такое человек. И есть в Писании такое высказывание Давида, очень возвышенное, в Псалме номер 8. Но я не буду его читать. Я просто скажу коротко. Три таких направления изучали, что такое человек. Психиатрия, психология и философия. И они пришли к заключению, что человек имеет две части. Внутреннюю и внешнюю часть. Но священное Писание наиболее всеобъемлющее и точно раскрывает строение естества человека. Оно говорит, что человек трехчастный. Он имеет дух, душу и тело. Когда мы читаем священное Писание, как это выглядит, откуда мы знаем, что это так, то мы находим в книге «Бытие» 1 глава 26 стихом сказано. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, братья и сестры, Бог сотворил нас по своему подобию. Бог трехчастный. Ну, прости, Господи, что мы так определяем Отец, Сын и Дух Святой. И человек тоже состоит из трех частей, трех субстанций – Духа, Души и Тела. Дорогие братья и сестры, кто же такой человек? Есть два вида сущностей – духовные и духовно-материальные. Так вот, к духовным относятся Господь, Бог и ангелы, а духовно-материальные – это мы с вами. Я имею из разумно мыслящих сущностей. Животные тоже имеют душу, но она не такого качества, как у человека. Так вот, когда мы смотрим друг на друга, когда вы смотрите на меня, скажите, пожалуйста, что вы видите? Вы скажете, что вы меня видите? Нет, вы меня не видите. Вы меня можете только чувствовать. Вы видите мою телесную оболочку, выражение внешнее, которое принял мой Дух. И наше тело и душа являются инструментами, которыми пользуется Дух для своего выражения. Как может выражать себя Дух? Для того, чтобы общаться с Своим могущим Богом. Для того, чтобы жить Духом. Для того, чтобы управлять землей и всем, что на ней. Созданный таким образом человек, состоящий из плоти и Духа, он одновременно может жить в двух мирах – духовном и физическом. Долгое время, хотя я был уже проповедником, я никак не мог представить себе, что же такое представляет собой Дух. Сегодня я хочу поделиться вот этими знаниями. Я думаю, что для некоторых это не будет представлять такого интереса, может быть, как хотелось бы, потому что многие люди настроены более на духовную сторону, а это вроде познавательная сторона. Но знаете что? Познавательная сторона, она очень нужна нам. Без этого невозможно двигаться. И в пророке Осии написано, что истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Когда человек знает, как устроен человек, и что такое хотя бы Дух, Душа и Тело, то он знает, какие процессы могут происходить или происходят в его внутреннем естестве. Это трудно иногда бывает понять без понимания, что такое Дух и что такое Душа. Итак, дорогие братья и сестры, я хочу представить вам несколько определений, что такое Дух человека. Я думаю, что одним выражением невозможно охватить вот это сложное, сложное представление, которое мы являем за словом Дух. Давайте рассмотрим, во всяком случае, три определения слова и понятия Дух. Что же это такое? Итак, первое определение слова Дух – это дыхание жизни. Это энергия Бога, явленная в нас с вами. Это сила жизни, это первооснова жизни, действительности. Это нематериальная мыслящая субстанция, которая существует независимо от материи. Она существует независимо от материи. Наш Бог существует независимо от материи. Но Он создал нас по Своему образу, и вот этой частью независимости от материи Он поделился с нами. Но Он дал нам материальное выражение. Это чудо, которое сотворил Бог. Это шедевр Его мудрости. Никто из хомо сапиенс или человек мыслящий, как определила человека наука, не мог повторить это творчество Бога. И каждый человек имеет в своей жизни, в своем теле, в течение долгих или коротких лет Дух внутри себя. И когда заканчивается жизнь, этот Дух первоснова жизни, сила жизни, энергия жизни оставляет нас. И написано в Евангелии от Матфея, 27 стихом, 27 глава, 50 стих, Иисус испустил Дух. Это значит, то, что оживляло Иисуса, то, что оживляет нас с вами, однажды придет день, оставит нас. То есть мы уйдем из нашей этой хижины плоской. Давайте посмотрим второе определение, что представляет собой Дух. Дух – это личность, это индивидуальность, имеющая свои характеристики. Это средоточие разума, решительного сознания. Дух – это мужество, сосредоточие мужества, религиозного сознания, чувств, гордости, ревности и разных других склонностей. Это живое существо и живая сила, действующая и взаимодействующая с другими существами. Вот что такое Дух. Дух – это личность, Дух – это личность, которая имеет свои характеристики. Когда мы читаем Священное Писание, то это подтверждает мысль и определение, высказанное мною. Мария, Матерь Господа Иисуса Христа, высказалась однажды красивой крылатой фразой, вмещающей вот это понятие, о котором я сказал. «Возрадовался Дух мой о Боге». Кто возрадовался? Ни разум, ни душа. Она сказала «Возрадовался Дух мой о Боге моем». Братья и сестры, радуется ли наш Дух? Ну, конечно, стараемся, чтобы радовался Дух. Для чего же мы приходим сюда в дом молитвы? Для чего мы слушаем Слово Божие? Для чего мы общаемся с Богом? Когда Бог наполняет наш Дух, тогда приходит радость во все естество, но только из Духа, не из головы приходит радость. Головой мы только константируем этот факт и все остальное. Давайте посмотрим третье определение, что представляет собой Дух человека. Дух человека – это, можно представить так, совокупность мыслей, взаимосвязанных чем-то, каким-то понятием, например, любовью, родством, общим делом и другой добровольной внутренней связью, соединенных в одном слове. Отсюда всякое учение Дух, всякое понятие Дух – это то, что движет человеком, его интеллектуальностью и все, что движет массами людей. Это какое-то учение, это какое-то философское мировоззрение, это что-то в этом роде. Вы представляете, что вот охватывая это понятие, я скажу вам, что есть такое выражение, как Дух толпы, Дух собрания, но более приятное, правда? Но иногда Дух толпы охватывает многих людей, они могут сотворить неизвестно что неприятное. Но вот если Дух собрания, которое собрано во имя Господа, Он может сотворить великое дело для славы нашего Господа. Поэтому Иисус Христос сказал однажды слова, которые говорю я, суть Дух. Это значит учение. Он выражал учение. И когда прочитаем блаженство Иисуса Христа, которое Он высказал в Своей Нагорной проповеди, то вы посмотрите, какое это прекрасное учение. Это понятие, это то, что движет верующих людей. Ну, если не всегда, то во всяком случае мы пытаемся двигаться этими блаженствами, которые сказал однажды Господь. Теперь я хочу рассказать еще раз, хоть немножко, но с другой стороны, о свойствах Духа. Каждая предыдущая проповедь, она охватывала какую-то сторону свойств Духа. Но сегодня я скажу немножечко по-другому. Конечно, это то, что вы знаете. Просто мы прослушаем, и еще я верю, что вам это принесет благословение. Самое первое, мы должны понять и уже чувствуем, услышали, что Дух невидим для людей. И когда вы смотрите на меня, вы не видите мой Дух. И когда я смотрю на вас, я не вижу ваш Дух. Я могу только почувствовать, как вы чувствуете меня. Это интересное дело. Но вот этот невидимый Дух, он может быть видимым, если по какому-то Божьему изволению его плотность становится велика. То он может быть видимым, и принимать различные очертания или формы. Выглядеть в виде чего-то. Откуда знали пророки, как выглядят херувимы? Они просто видели. И Священное Писание об этом немножечко говорит, об этой тайне. Я хоть чуть-чуть позволю себе прочитать об этом. Смотрите, что говорит книга пророка Езекииля. Первая глава, 27 и 28 ниже стихи. «И видел я, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресла его и выше». Вы понимаете, что чресло только есть у человека? От поясницы и выше. «И от вида чресла его и ниже я видел, как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение, подобие славы Господней». Это так Езекиилю Господь представил для его глаз себя, свой дух, дух Бога. «Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глаз глаголищего. И он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Дорогие братья и сестры, многие из нас, как когда-то Моисей, хотели бы увидеть Господа, но это невозможно. Видеть Господа невозможно плотскими глазами, потому что присутствие святости всемогущего Бога никакая плоть не выдерживает, она просто тает и исчезает. Иногда мы даже верующие в каких-то случаях нашей жизни бывает позволяем себе храбро вести себя даже пред Господом. Я бы не посоветовал людям вести себя храбро перед Господом. Почему? Потому что если горы тают как воск в присутствии Господом, то что такое плоть человека и сын человеческий, которого Господь создал и временами посещает? Так вот, братья и сестры, дух человека может быть иногда видимым, если его плотность по какой-то причине становится больше, чем обычно. Дух человека видели древнее, когда человек умирал. И когда мы читаем Священное Писание вот об этом, то мы находим в Слове Божьем упоминание, как это выглядело. Я сейчас постараюсь найти и прочитать вам. Вы это, конечно, знаете. Вот. Смотрите. Здесь, в 12-й главе книги «Екклезиаст» написано, начиная с 5-го стиха второй половины, «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, и дух возвратится к Богу, который дал его». Вы слышите, что тут написано? «Доколе не разорвалась серебряная цепочка». Когда дух человека оставляет его тело, тогда в некоторых случаях бывает видно вот это свечение в виде серебряной цепочки, которая оставляет тело. И в некоторых случаях удавалось при современной технике заснять вот это явление, как эта серебряная цепочка отделяется, то есть дух человека считает, что это душа, и устремляется вверх, и она становится тоньше, тоньше, и исчезает. Интересное явление, братья и сестры. Дух может принимать, я уже сказал, телесный вид, но многие могут сомневаться, хотя Иисус об этом говорил, что дух плоти и костей не имеет. И как это было, что в воскресшем теле он и кушал, и давал ощупать себя, и вдруг стал невидим. Что это за форма существования жизни? Я не знаю, но я знаю, что такую форму братья и сестры примет, моет твой дух. Каждого из нас, если удостоимся закончить благословенно свято жизнь на земле послушаний Господу. Вот почему я сегодня говорю об этих вещах, нас это ожидает. Мы будем видеть лицом к лицу, как теперь видим друг друга, так мы будем видеть Господа в жизни, после жизни. Слава Ему за это. Дух человека может состоять из нескольких духов. Я раньше представлял такое, что, ну, дух да и дух, но когда живешь, узнаешь больше. Скажите, братья и сестры, с чего состоит белый свет? Мы иногда думаем, белый свет и все дела тут. Ничего интересного. А оказывается, если этот белый свет пропустить через, в виде тоненького лучика, через трогранную стеклянную призму, то на выходе будет вся гамма цветов радуги. оказывается, свет состоит, белый свет состоит из семи цветов. А кто из нас думает? Свет да и свет. Живем, пользуемся, радуемся. Иногда славят люди Господа, иногда нет. Ну, а вот то, что дух состоит человека из многих нескольких духов, это, знаете, что иногда человека верующего вводит в состояние непонимания или неприятия. Я вам хочу немножечко прохарактеризовать, какие же это бывают духи. Самое первое, что мы должны знать, они могут быть, различаясь уровнями силы. Они могут быть сильные и слабые, добрые и злые, умные и глупые. Такие бывают духи. Как ни странно вам это слышать, но это так есть. Это об этом говорит и священное писание, и практика жизни. Еще что, дух может вмещать себя и жить в человеке в составе группы. Иногда их шутя называют постояльцы или квартиранты или жильцы, как хотите называйте, но я бы этого не назвал так. Я сказал, что в составе нескольких духов в духе человека могут быть другие духи. А что это такое? Знаете, что? Дело в том, что в духе человека могут жить духи и быть другого человека. Духи другого человека. вы слушаете меня и у вас сразу удивление, что ты, человек, говоришь. Я говорю то, что есть, то, что правда. Я сейчас буду подтверждать священным писанием, потому что оно основа. Давайте прочитаем в послании к евреям в 7 главе 9 и 10 стихи. Слушаем внимательно. и так сказать, сам левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Я говорю кому? Мелхиседеку. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Вы слышите, какая тайна? Левий был, дух левия был в чреслах отца Авраама и уже приносил десятину Мелхиседеку. прочитайте дома. Как это может быть? Оказывается, духи наших предков пра-пра, они могут присутствовать в ком-то из нас. И мы не знаем, какой дух с нами сопровождает нас, человеческий дух. И могут другие духи присоединяться к нам, когда мы с кем-то очень находимся в близких отношениях. Ну, например, муж и жена. Что происходит, когда люди женятся? Вот молодые люди сидят за мной, и они даже не представляют, что это такое. Когда соединяются вместе, они представляют одну плоть, то, что создал Господь. А что Он создал? Я читал в начале, там написана фраза, мужчину и женщину сотворил их. И это не сотворил их отдельно, а сотворил их в духовном отношении духовного человека и вместил в него два духа. Два духа сразу. А потом, когда сотворил Адама, потом сотворил его помощницу, он разделил два духа с этого духовного человека, поделился с Евой. отдал часть духа Адама то, что было сотворено. И когда люди входят в супружество или вступают, они два духа соединяются вместе и представляют единство на трех уровнях, которое называется Писание «одна плоть» и написано «тайна сия велика». Может быть, эти вещи вам, братья и сестры, не умещаются сейчас, но когда мы придем на небеса, многое откроется нам, что теперь не вмещается. Я только говорю, что говорит Священное Писание, что мы иногда понимаем и видим, как сквозь тусклое стекло гадательное. Вот эти два духа вместе в супружество, поэтому кто женился, кто вышел замуж, берегите ваш дух. вы не представляете единицу индивидуальную, независимо от мужа или от жены. Вы один дух. Какие еще могут быть духи в духе человека? Я говорил, что это бывает группа, состав, несколько духов. Евангелие повествует о том, что из многих людей Иисус изгонял каких духов? Нечистых, злых духов, изгонял демонов, или как там названо, так названо. И это известная истина. Где они умещались? Да, в естестве человека. Где они умещаются? Духи других людей, о чем я вот только что сказал перед этим. Вы знаете, что поскольку они дух одного человека и дух другого одной категории, для них не надо много места, они умещаются в одном духе, как вода колодезная и водопроводная. Соединяются, нет проблем. Вот точно так же могут быть и духи нечистые, если занимают полностью естество человека. они соединяются, много не надо для них места. Я помню, молился за одну сестру, и когда вот эти нечистые духи оставляли его, она так ослабела, лежит на диване, и когда он оставил ее, она улыбается, говорит, слава Богу, вы знаете, я даже тоньше стала, я чуть не засмеялся, лежит такая плотненькая, она говорит, я тоньше стала, она не ошиблась. Когда человек получает освобождение от какого-то духа, он чувствует, что что-то оставило его, и вот даже те, которые приходили вот в этот мой приезд, или прошлый, на молитву об освобождении, вы можете засвидетельствовать, если осмелитесь, что это правда, что-то оставило кого-то. Ну, слава Господу, что нечистые духи оставляют человека, когда сила Святого Духа действует. Я хотел бы попросить вас еще посмотреть вот на такую деталь, что кроме духов человеческих, кроме духов нечистых, которые могут присоединяться к человеку, может в человеческом естестве находиться и Святой Дух. Ну, это же все знают. Это не требуется доказывать тут. Когда Дух Святой наполняет человека, вот, во время покаяния, потом во время крещения Духом Святым, то мы знаем, что что-то произошло внутри. А что произошло? Мне уже здесь многие верующие говорили, родился, родилась свыше. Я уже не тот, я уже не та, которые были до рождения свыше. А почему? Новая духовная суть наполнила наш Дух, восстановила, как я говорил, вертикальную линию общения нашего Духа с Богом, помимо горизонтальной. и мы это замечаем. Я вам хочу сказать, что немногие люди замечают вот это, о чем я говорю, даже крещенные Духом Святым. Я хотел бы попросить, посоветовать, давайте будем чутки к Духу Святому, давайте будем благоговеть перед Ним, стараться наполняться Духом Святым, исполняясь им, чтобы вот эта божественная суть все больше и больше становилась понятнее нашему разуму и ощутимее нашему телесному человеку. Это приятное переживание. Ничего не хочется, кроме того, когда ты ощутишь вот вкус этого Духа. Я вспоминаю нашу одну духовную сестру, она уже в вечности, она говорила Иосиф, я не могу, я уже хочу к Господу, мне плоть, говорит, смердит, у меня хороший нюх был и есть. Я думаю, что она говорит? И вот буквально полтора месяца одна сестра тоже мне сказала, знаешь, Степанович, мне хочется вот этого приятного запаха Духа Святого, мне плоть смердит. Я второй раз услышав это, аж глаза раскрылись, что она сказала? Она сказала то, что знала. Дорогие братья и сестры, стоит однажды пережить присутствие и действие Духа Святого, так как оно может проявиться, ты никогда больше не станешь менять вот это на какую-то земную дешевку, даже находящуюся в импортной обертке, как у нас в Европе говорят, или в странах постсоветского пространства. Не захочешь менять, ты захочешь быть в этом, ты захочешь наполняться, ты захочешь двигаться в этом. Да и братья и сестры, ну ответьте мне, чего вы сюда приходите? Чего? Время хорошо привести? Да, это бывает, потому что нам, славянам, здесь среди американцев, не зная особенно английской речи, иногда трудно общаться, менталитет не тот еще, кроме этого, но мы приходим не только потому, это не клуб по интересам тела Христова, а это то место, это те люди, которые носят название тела его, церковь Христова, которую он наполняет Духом Святым, и мы переживаем благодать на благодать, вот чего мы ходим. Я помню одного брата, который рассказывал свидетельство в Канаде, говорит, я когда переехал в Канаду, удрал оттуда, где жил, ну так получилось, что получилось оставить это место. Неверующим человеком было так тяжело, так тяжело, но однажды меня, говорит, встретил Господь через верующих, знающих Господа, и когда я пришел в церковь, я, говорит, пережил такое состояние, что мне казалось никаких проблем, ничего не надо, хотя проблемы остались в моем разуме, и когда я пришел домой, говорит, эти проблемы остались, когда я стал приходить на работу, эти проблемы остались в виде окружения, в виде того, что мне надо было делать, но, говорит, я бежал скорее в церковь после дневной работы на вечернее богослужение, и когда мы пели, говорит, меня сила духа наполняла, я приходил домой другим человеком. Братья и сестры, можем ли мы подтвердить это, что воистину так, когда мы приходим сюда, наполняет сила Бога радостью, и он бежал, этот человек, туда я смотрел на него, но я вырос с детства в христианской среде, как я уже говорил, вы слышали, если есть пятидесятнические пеленки, то я вырос в них, но я особо такого не ощущал, вот этой разницы, перемены, вот этой границы у меня, и у многих детей, верующих родителей не было, она какая-то размытая, нечеткая, иногда размазанная, простите, но нам надо стремиться вот к этому, чтобы пережить, и я, находясь в России, в новых церквях, кроме, видевший, кроме этого, в Канаде брата, я видел этих людей, как они переживают радостно Бога, они познали Его, и они хотят общаться с живым всемогущим Богом, хочешь ли ты общаться, что тебя интересует, пожилой, среднего возраста, или ты еще молод, молода, что тебя интересует, какие интересы влекут тебя, влечет ли тебя Дух Святой, влечет ли тебя общение с Богом, дорогие братья и сестры, это не совсем праздный вопрос, однажды придет время, когда все эти земные увлечения, они просто осыплются, как нечто ненужное, как прах, и то, что принадлежало нашему Духу, вместившемуся от Святого Божия Духа, вот это будет представлять интерес, однажды потеряет все, машины, значимость потеряют доллары, евро, секс потеряет наркотики, слава потеряет, которая тянула нас многих, удовольствие потеряет власть и силу и смысл, но предстанет пред нами то кредо, которое мы стремились накапливать в течение сознательной христианской жизни. Дорогой брат и сестра, есть ли у тебя это сознательное стремление накапливать вот это богатство неба, богатство Духа? Если этого нету, подумай об этом. Я тоже был молод, такой, как многие из молодых здесь присутствующих. Время пролетело быстро. Когда в 60-е годы я думал о 2000-м году, я представлял это так далеко. Не успел оглянуться. Молодость прошла, дети выросли, сейчас уже внуки будут жениться. А я стал седой и что-то добавилось чего не было и что-то исчезло, что было и казалось, оно всегда будет. Братья и сестры, пожилые, посмотрите на меня, скажите, пожалуйста, в душе мы все молоды или старики, а? Конечно молоды! А куда ж это, что делось остальное? Рано или поздно оно нас оставит. Поэтому молодежь, милая, посмотрите на нас пожилых, у кого уже миндаль затвел. Вас ожидает это время, но вы не разочаруетесь никогда, когда вы будете знать Господа от юности, от детства, когда будете держаться его путей, когда будете ходить благоговений перед ним, когда будете святить его святого там, где вы есть, дома, в церкви, учебном заведении, на работе не имеют значения, вот тогда будешь радоваться, вот тогда будешь славить Господа, а теперь мы имеем приходящие радости, однажды они иссякнут и потеряют смысл, потеряют смысл, я не раз приводил во многих церквях этот пример, который пережил во время посещения, одна старушка, лежащая на постели, когда не могла уже себя обслуживать, сказала, знаете, что, сестричке, было время, я сама в туалет ходила, а сегодня уже не могу, дорогие мои, ценим ли мы это, что мы можем свободно совершать то, что надлежит нам совершать, ухаживать за своим телом, поддерживать жизнеспособность и жизнедеятельность тела, никто из молодых не обращает внимания на это, думается, что это будет всегда сопровождать нас, ошибаемся, однажды это исчезнет, для чего я говорю, я говорю, может, кого-нибудь коснется это слово, я говорю, это для того, чтобы мы оценили духовную жизнь, и то, что подарил нам Господь выше всего, даже американского благополучия, на небе дороже жизнь, на небе лучше, Писание говорит, там улицы и тротуары из золота и ворота и стены из драгоценных камней, мы сегодня иногда чуть-чуть приобретя денежку, стараемся какой-то камешек сюда или нацепить на руку или на уши женщины, ну, это на земле так делается, да, а там это будем ходить по этому, братья и сестры, конечно, жизнь на земле прекрасна, но она иногда наполнена слезами у некоторых, я думаю, что в этом собрании есть те, которые вот сердце сразу же сказало, да, это я, я уже устал, я уже устал от этих слез, и вроде и туда не хочется, а почему? А потому, что наш дух, он не наполнен, как должно, вот этим елеем святого Божьего духа, не наполнено, и если будет наполнен, тогда и слезы здесь, они не будут представлять особого значения, потому, что твоя жизнь, твое упование будет Господь помощь моя. Господь мой, сила моя, Господь мой, крепость моя, Он защита моя, праведности веры ищет, и потому я пою и радуюсь эту песню пою и радуюсь, славлю Бога дивного моего. Будешь ли ты петь дальше по жизни, идя вот эту песню или ей подобную, которая прославит Творца неба и земли, давшего тебе жизнь, поддерживающую, поддерживающую, ее. Подумай об этом. Для этого ты сегодня слушаешь этого белорусского проповедника и вот эту простую тему о духе человека. Наш дух может вмещать богатства небесные, неземные. Итак, я говорил о том, что дух может иметь в своем составе несколько, то есть других духов, духов человеческих, нечистых, могут присоединяться, если человек позволит тотальный контроль над своей личностью и Духа Святого, если человек вручит свою жизнь сознательно в руки Господа. Подумай, какой дух преобладает в твоем духе, в моем духе. Я иногда не могу разобраться. Даже когда дух действует, дух Божий, я иногда не могу понять, или это мой дух, или это человеческий, или это что-то пришло из другого источника или третьего, скажем так, более правильно. Этому надо учиться. Этому можно научиться только практическим обучением, когда мы входим все больше и больше в присутствие Духа Святого. Вот тогда можно ощутить. Разум не может понять, не может описать. Вот все, что я говорю, это приблизительно отображение того, что можно пережить естественным общением с Духом Божиим в нашем Духе. Дух человеческий можно характеризовать еще как индивидуальность. и как индивидуальность, то есть неповторимый, но нет такого в других людей Духа, как у меня и как у вас каждого, каждой. Ну нету. Из этих миллиардов людей, которые жили, нету ни одного похожего. И вот все они имеют свое выражение, имеют свои характеристики, свои свойства и даже соответственно этому свои названия соответствующие вызываемой функции или проявлению так более грамотно или правильно. Какой же может быть Дух человека? Знаете, какой? Смиренный. А какой еще? сокрушенный. Вот таких Господь ожидает. А еще какой? Трепещущий пред именем Господа. Вот какой может быть у человека Дух? У всех ли это такие Духи? Смиренный, кроткий, трепещущий? Не не у всех. Даже у одного человека вот эти три характеристики не могут одновременно проявляться. даже если проявится. А дальше Дух может быть не только кроткий, но и молчаливый. Знаете, это Петр писал для женщин, для жен, что они должны быть кроткого и молчаливого Духа. Ой, сестры милые, как это трудно иметь кроткий молчаливый Дух. Или вам несложно? Знаете, я часто замечаю, когда мы мужчины говорим женщине слово, она может сказать десять. Когда мы говорим десять, она может сказать сто. Почему? Ну, потому, что Бог дал мужчинам благодать сказать в сутки двадцать пять тысяч слов. И мы все их не расходуем полностью. А вот женщине, сестрам Бог дал благодать такую сказать пятьдесят тысяч слов в сутки. И они, пожалуй, перерасходуют бывает. Я не знаю как. Вот почему, исходя из этого, Петр писал, в Божьем слове написано, что женам надо иметь кроткий молчаливый Дух. Я бы посоветовал подумать над этими характеристиками нашего Духа. Кто его знает, может и понадобится, может и хорошо было промолчать иногда. Я, когда промолчу, бывает, то всегда выигрываю. А когда с этим своим языком где-нибудь влезу, то приходится терпеть. И так и говоришь, язык мой, враг мой. А у вас как? А кто ж признается публично? Да и что, среде Божьего народа, где все хотят выглядеть ну такими, ну, чуть ли не ангелами, с крылышками. Два взмаха и на небесах. Братья и сестры, так не бывает. Так будет тогда, когда Дух Святой поднимет наши крылышки, сколько бы ни махали, они не поднимут нас в небесную ввысь. Никогда. Только Дух Святой. Братья и сестры, какой еще может быть Дух? Может быть служебный Дух, может быть правый, наш Дух может иметь Дух пророчества, такая характеристика, могут быть пророческие Духи, может быть Дух веры, Дух неверия, обольщение, заблуждение, усыпление, опьянение, ожесточение может быть, а еще какой унылый Дух, а может быть лживый Дух, так скажет красиво, что ой-ой-ой, э какой лживый Дух даже способен входить в уста Божьих пророков и проявляется. Ну, не я ж выдумал, Священное Писание говорит об этом, ну, я уже говорил, что может быть Дух нечистый, а может быть Дух немощи, могут быть Духи злобы поднебесной, а может быть Дух слепоты, глухоты, всякой физической немощи, Дух рака и Дух всякого заболевания. Вот какая характеристика может быть Духов, которые посещают или проявляются в человеке. Братья и сестры, как же выражает себя Дух? Еще несколько мгновений и мы будем молиться. Эта тема будет закончена. Раньше вы слышали, что Дух себя выражает через совесть, интуицию и общение. Что такое совесть? А совесть это нечто такое, что предназначено для управления нашей жизнью. Это нам так кажется. На самом деле это не так. Но она нам помогает совесть. А что она помогает нам? Это способность понимать Бога, это голос нашего Духа. Павел говорил, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. А это как? А вот так. Вся информация из Духовного мира приходит в наш Дух и каким-то образом высвечивается в нашем разуме. И вот то, что говорит совесть, это является голосом нашего Духа. Он говорит, всегда говорит, разве мы его угасим или заглушим или придушим по-человечески? Тогда он замолчит. А так будет всегда говорить. Что такое совесть? Это способность отличить доброе от злого, способность оправдать или осудить. Это работает, и по этой причине совесть может выглядеть как инструмент, духовный инструмент. Это как способность любить. Хочу люблю, хочу не люблю. Хочу пользуюсь совестью, хочу не пользуюсь. И вот в процессе жизни совесть может претерпевать изменения. В процессе воспитания культура влияет на совесть, обстоятельства могут повлиять на совесть, и поэтому совесть может быть и нейтральна. Совесть может остаться чистой и доброй, а может быть порочной и даже сожженной совестью у человека, и поэтому руководствоваться совестью нельзя в жизни. По этой причине а чем же можно руководствоваться? А тем, что Бог не велит нам руководствоваться, жить совестью, руководствоваться в жизни, а жить кровью Иисуса Христа, оправданием им, приходить и получать очищение. Совесть нам скажет, что надо сделать, а кровь Иисуса Христа очищает и водительством Духа Святого, исполняясь Духом Святым. Братья и сестры, вот когда случается беда, совесть, она тоже хороший инструментик, она может сказать, а все-таки ты не прав, а ты вот здесь потому, что сделал, сделала вот это, и от совести никуда не убежишь, она всегда за нами, идет, следует, она говорит, преследует нас, ой, 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 и по этой причине надо беречь свою совесть, чтобы она нас не мучила, а наоборот помогала. А что такое интуиция, которая свойственна нашему духу? А это получение знания без предварительного обучения или опыта. Ну, не переживал этого никогда, ну, не учился, и вдруг знаю откуда. А это как вспышка приходит из Божьего мира в наш дух и в разуме высвечивается. Вот так. Это называть можно откровение. И многие Божьи сосуды получают откровение, и проповедники получают откровение, и певцы какую песнь петь, чтобы ликовала аудитория или все собрание наполнил дух Божий. Для этого откровение надо получить. Интересно, братья и сестры. Так вот, понимаете, что вот дети как раз рождаются именно такими, что они способны получать откровение. Никто им не говорил правду матушку выдают себе. Вопросы папе и маме задают такие, что папа и мама озадачены бывают, не знают, что ответить. Почему? А потому что они чувствуют всей своей шкуркой, извините, духом своим, детским. Он еще не запятнан воспитанием, образованием или воздействием, влиянием других людей. Так вот, христиане, в отличие от других людей, имеют преимущество перед другими людьми. Почему? Потому что наш дух может быть наполнен и наполняется Духом Божьим. И в этом во какое преимущество! Ну, извините за такой молодежный подход и показ, объяснение. Запомните, зато будете вспоминать другой раз. Ну и третье проявление человеческого духа – это общение. Дух человека – это место, где мы общаемся с Господом, всемогущим Богом. Вот, центр общения не наш мозг. Не, не. Буду петь духом, буду молиться духом, а буду и петь умом, и буду молиться умом. Есть разница? Да, Павел же об этом написал, а почему это так? Да, потому что у верующего человека есть возможность молиться духом и петь духом. Это величайшее благословение. Вот, понимать вот эту работу духа Божьего в нашем духе и высвободить, дать возможность нашему духу. Вот, проявлять себя, как задумал наш Господь Бог, как Он хочет, а не так, как хочет наша голова, наша прихоть, душевная или телесная. Я не знаю, как у каждого бывает по-своему, ну и у меня же тоже так. Я не лучше вас. Так вот, представляете, что Бога мы узнаем, общаясь в духе, через веру, через веру и исповедание грехов, через общение. Все это происходит в духе. если не покаялся, если не общаешься, если не родился твой дух, дорогой брат и сестра, ну то как ты можешь говорить о преимуществах Божьей силы, действия Божьего духа? Я не знаю. Это только пережить опытным путем и Бога доказать, продемонстрировать. Вот, представить он, нет, но вот то, что внутри нас, она твердо и убедительно говорит, жив Господь мой Бог, он наполняет мой дух, он каждый день ведет меня и подкрепляет, да скажет каждый человек, слава тебе наш Господь. Давайте мы под теми встанем, помолимся, поблагодарим нашего Господа. Аллилуйя. Девушки отдыхают Коли дух Господи наполняет меня, спила я, как Давид. Коли дух Господи наполняет меня, спила я, как Давид, СПИВАЮ, СПИВАЮ, СПИВАЮ Я, ЯК ДАВИД СПИВАЮ, СПИВАЮ, СПИВАЮ Я, ЯК ДАВИД Коли Дух Господень наповняє мене, болюся я, як ДАВИД Коли Дух Господень наповняє мене, болюся я, як ДАВИД Болюся, болюся, болюся я, як ДАВИД Коли Дух Господень наповняє мене, болюся я, як ДАВИД Коли Дух Господень наповняє мене, болюся я, як ДАВИД То плачу, то плачу, то плачу я, як ДАВИД То плачу, то плачу, то плачу я, как Давид. Коли Дух Господень наполняет меня, спеваю я, как Давид. Коли Дух Господень наполняет меня, молюся я, как Давид. Спеваю, молюся, и плачу я, как Давид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова